Депутаты Тверской городской думы снова внесли изменения в муниципальный бюджет текущего года, а также на плановый период 2020-2021 годов. Корректировка законодательства позволит ускорить строительство целого ряда важнейших социальных и инфраструктурных объектов, объясняют народные избранники. Подробности у Романа Быкова. Изменения в законодательство затронут самые разные сферы муниципального хозяйства. В частности, городские учреждения культуры получат более 28 миллионов рублей на повышение работникам зарплаты. Около 27 миллионов дополнительно пойдет за работу МУПЖЕК. Кроме того, депутаты решили выделить средства для проведения торгов по строительству детского сада на Планерной улице. Это очень важно и необходимо. Садик надо строить, достраивать. И если мы не приняли бы такого решения, то стало бы большей проблемой перед финансированием на будущий год строительство детского садика на Планерной. Точная сумма станет известна только после самих торгов, которые намечено провести до конца текущего года, отметил Евгений Пичуев. Также в рамках этого заседания народные избранники внесли изменения в правила землепользования и застройки. Прежний вариант уже не учитывает новые реалии. Например, все большее распространение таунхаусов. Строится несколько владельцев на определенном участке земли, несколько владельцев, которые владельцы жилых помещений, и они, конечно, претендуют на какие-то земельные свои части. Поэтому для того, чтобы привести соответствие, если они могли это законно получить, мы приводим в соответствие вот это градостроительное законодательство. Из остальных изменений в бюджет стоит отметить выделение почти трех миллионов рублей на экспертизу проектной документации по возведению Западного моста. Что касается еще одного виадука между Островом Память и Стадионом Химик, то в рамках софинансирования из городской казны на него выделят 5 миллионов 100 тысяч рублей. Работы планируется начать уже в будущем году. Продолжение следует...